Дорогой дневник. Моё имя Мира. И я не умею писать грамотно, ведь мысли всегда перемешиваются в голове. Но мне бы хотелось рассказать свою историю в этом дневнике. Итак, раньше я жила в большом городе. Всё было вроде как отлично. Мы с семьёй жили в огромном доме, я обучалась в прекрасной частной школе. У меня было много денег и возможностей, ведь мой папа бизнесмен. Но, как ни странно, я ненавидела жизнь там. У меня не было друзей, хоть я и пыталась найти их. Но зато было много врагов. Родители так же, как и я, не любили этот город, ведь им всегда нравилась более спокойная жизнь. И вот, в один прекрасный день папа принял окончательное решение переехать. Он связался со своей сестрой, что живёт в тихом городке, и решил переехать туда же. Честно говоря, город этот мы еле нашли. Ведь он располагался сотни километров от других городов, так ещё и посреди леса, окружённый странным водоёмом в форме круга. Он был больше похож не на город, а на большую деревню. Вот серьёзно. На табличке уезда в город было написано. Без названия. Всё это не напрягало меня. Ведь мне предстоит встретиться со своей двоюродной старшей сестрой, Сарой. Я была взволнована. Я не знала, как сестра отнесётся ко мне. Но все мои волнения были напрасны. Сара стала моей лучшей подругой в первый же день нашего знакомства. Она также познакомила меня со своими друзьями-соседями, которые жили с ней в одной хрущевке. Саня и Катя, предпочитающими, правда, называть себя Алексом и Катриной. С того дня мы всюду ходили вместе вчетвером. Наша дружба была очень крепкой. Один раз мы сидели на берегу того странного водоёма и смотрели на звёздное небо. В этот момент Сара предложила создать команду, сделать фирменные медальоны, а также построить домик на дереве. Это была лучшая идея. Все решили, что капитаном команды должна стать Сара. Ведь создание команды – её идея. Единственное, мы не придумали название команде, но мы считали, что придумаем его позже. Все люди, что видели нас вместе, недоумевали. Ведь у нас очень разные характеры. Я вспыльчивая, Сара по жизни пофигист, Катрина – очаровательный лицемер, Алекс уже постоянно по тупому шутят. Как же мы дружим? Мы просто терпим друг друга. Нам было не важно, что о нас думают. Мы точно знали, что мы отличная команда, и все мы дополняем друг друга. Прошло пять лет. Я и подумать не могла, что дружба может быть такой крепкой. У нашей команды всё ещё не было названия, но мы и не парились по этому поводу. В один из дней, это было начало лета, к нам подошла Сара и сказала… Ребят, мне нужно сходить в лес за ягодами. Мама попросила. Давай мы сходим с тобой. О, я не хочу заставлять вас идти со мной. Отдохните, ребят, я ненадолго. Будь осторожна, а то вдруг на себя нападёт математичка. Она отелью любит гулять по лесу и искать ингредиенты для своего жуткого изделия. Это не смешно. Ага. Сара ушла и не вернулась. Ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. В городе никто не видел её. Как я и писала ранее, до других городов сотни километров. Поэтому мы не могли тешить себя надеждой, что она жива. Я постоянно плакала. Ребята утешали меня, говорили, что всё хорошо. Но я уверена, они тоже плакали, но не при мне. Им тоже было больно. Я знаю это. Наша команда не перестала существовать. Но теперь мы виделись реже. Но время лечит. Год прошёл, и мы смирились со смертью Сары. Я до сих пор сожалею, что мы не пошли тогда в этот долбанный лес вместе с ней. Но я больше не плачу. За этот год, кстати, в городе произошло много чего. Теперь большую часть нашей с горожанами жизни занимает мистика. По ночам люди слышат стуки в двери и окна. И кажется, тем мистическим существам, что промышляют здесь, абсолютно плевать, какой этаж. Ведь стуки в окно можно услышать, живя даже на пятом этаже. Люди также стали замечать силуэты других людей в полях и лесах. Вроде бы ничего необычного, но... Как Катрина могла видеть в поле меня, машущую я издли рукой, в то время, когда я стояла рядом с ней? Этот силуэт видела и я. И сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Предметы двигаются. Это выглядит забавно и велепо. Мне нравится. Хотя мои родители чуть инфаркт разом не схватили, увидев, как ложка подвинулась в сторону сахарницы. Что ж, поэтому, дорогой дневник... Мира, Мира, выходи, пойдём в дом на дереве. Ты чё, аферист? Ночь на дворе, какой дом на дереве? Не беспокойся, нас не спалят. Мы всё продумали. Да я об этом и не парюсь. В городе постоянно происходят странные, жуткие вещи, а вы ночью выходить из дома удумали. Да ничего не случится, я волчил матишь, поэтому математичка нас не тронет. Поверить не могу, что согласилась. Но вот видишь, ничего не случилось. Никто нас не съел. О, пацаны, дождь начался. Мы пришли вовремя, могли бы промокнуть до нитки. Да, это точно. Чем займёмся? А что с Мирой? Мира, почему ты такая расстроенная? Знаете, посмотрите на календарь. Прошёл уже ровно год с момента пропажи Сары. А ведь если бы кто-то пошёл вместе с ней, то... Мира, не грусти, пожалуйста. Прошлое уже не вернуть. Да, Сара была отличным другом и человеком, но она никогда не вернётся. Смирись с этим. Я понимаю, но... Ой, нас что, спалили? Говорил я вам, не надо было воровать те пирожки из бочной. Говорил вам, продавец вернётся и отомстит. Ребят, это, наверное, наши родители? Не заперто. Заходите. Ты что? А вдруг это все существа? Ой. С... Сара? С... 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 Продолжение следует...